Всем привет дорогие друзья! С вами Ёрныч. Как прошли ваши праздники? Наверное уже катаетесь как шарики в спортзал? Бегаете, прыгаете, чтобы скинуть то, что наели за праздники? Ну, надеюсь у вас все хорошо и животики не болят. Потому что я-то на праздники вообще себе позволял все что угодно. Кушал все вкусности, которые мне приготовила моя вторая половинка. В общем, поднабрал где-то кило два. Ну, это не главное, о чем мы сегодня с вами поговорим, потому что сегодня будет лютый призыв на аккаунте Ромки. И будет в целых две части, потому что будет то слово и будет также твин, друзья. И здесь мы будем делать упор как на лесников, так и на подземных, потому что все гонятся за одним героем. Это Лукреция, друзья. И давайте быстренько чекнем, что у него тут по героям и начнем все это дело открывать. В общем, фракция людей. Хендрик, все копии есть. Также на подходе Тейн Зубочистка. Очень полезный герой в других режимах. Также надо докачать Эстрильдочку. Надо еще четыре копии. И Райану. Ну, конечно, Мору там и все остальные герои тоже должны присутствовать в вашем, так скажем, отряде. Это очень хорошие герои, которые пригодятся в том или ином режиме. Ну и переходим к Громион. Это сейчас одна из самых тоже любимых фракций у меня, на самом деле, потому что я начал играть за них. И раскрывая их все глубже и глубже. В общем, будем докачивать Софушку. Надо одну копию. Посмотрим, в списке она стоит или нет. Также на Антадру надо как минимум четыре копии, потому что ее надо качать на гравировочку, да. Тайдус обе бустануть хотя бы до биорамки. Три копии надо. Ну, Миссу пригодится. С Крэга нету. Ну, в общем, будем тут тоже качать. Надеюсь, падать будет. В лесниках. Посмотрите, какое красивое состояние лесников. Ну, короче, на КАС надо, получается, три копии. На Лурсана все копии даже с лихвой. Офигеть. На две звезды. На Салису не хватает буквально... Так, одна Салиса есть. Еще... А, нет. На Салису тоже все есть. То есть, Эйрон, Лурсан, Салиса, Гарво собраны. Сейрус в процессе. Ульмуса я не знаю, зачем он вкачал или нет. Ну, видимо, Роме было виднее. И он попросил меня делать упор больше на Астар и на Мишку. Ну, Мишка нужна. Мишка же плющевая, да? Но Астар тоже очень крутой герой. Ну, и посмотрим. Посмотрим. Также Раква тут у него нет. И Пипы тоже нет. А это очень тоже нужные герои. Ну, и могильники. Один есть. Дэймон есть. На Изольда надо еще три копии. На Нару все копии есть. Да. Баден подождет. Не ключевой герой. Надо качать Хочкина. Сайлоса. Десиру надо качать еще. Ну, в общем, тут есть куда развернуться. Небесных только Твины и Укун на подходе. А здесь на Лукрецию есть две копии. А нам надо полноценно 14, друзья. Да. Чтобы была сразу одна звезда. И он ей бустил гравировочку. И в наших пространственных есть Айнс, Этсо, Артур и Накаруру. Да. Но нету Альбедо. Вот это печально. Альбедо я брал, наверное, в гарнизонном Бенайме. Это точно. Так. И что у него по осколкам и ядрам? Осколки и ядра. Ну, тут поют романцы. Поэтому тогда Лукрецию собираем на белую рамку. А потом бустим просто Мигеру. Настолько, насколько хватит, друзья. Вот. Так что так и сделаем. Есть еще сундук с выбором героя. Есть еще сундук с выбором Лукреции. Тут мы, скорее всего, Лукрецию и возьмем. Так что надо уже 13 копий. Даже 12. Даже 11 копий надо. Потому что 2 копии есть. Так. Здесь карты. Здесь какой-то герой. Здесь тоже какой-то герой. Ну, в общем. Смотрите. Лукрецию, да. Тоже точно одну берем. У нас 2 есть. Одна есть. То есть надо, получается, 11 штук. 11 копий Лукреции. И место свободное тоже есть. Давайте тогда открываем шарды. Ну, давай, удача. Под форти. 60. Вдруг упадет Лукреция. Падает Десира. Это очень хорошо. Трезнор. Очень живучий Теску. Убийственный герой. Кстати, неплохо. Так тоже себя показывает. Хочкин нужен в разные события. Допустим, в охотничьих угодьях. На боссах он поднимает капец как урон. Респен хороший герой. Раку. Пипа. Все эти герои нужны, друзья. Они выпадают впервые. Границ. Сайлас. Ля-ла-ла-ла. Посыпались. Ястар тоже падает. И Пипа. Смотрите, что тут. Изольт. Респен. Трали-вали. Фестивали. И ни одного, черт побери меня, за ногу небесного или подземного. Это что такое? Это антиудача? Или удача осталась в Астрозале? Ну, в общем, как-то все печальненько. Я думаю, что будет дроп получше. Все. Список желаний показывал. Он вот такой, друзья. И мы начинаем бомбить. Короче, полетели сердца. И тут сразу падает трезнор. Кстати, вот надо сделать репост и получить еще 300 кристаллов. В общем, скипнул. Репост не делал. Тут получаем Респена. И продолжаем дальше бомбить. Друзья, максимально все быстро открываем. Будет еще мебель. Вот. Посмотрим, как там пойдет процесс по мебели. Может быть, в этом патче 1.80 все будет гораздо удачнее, чем в патче 1.79. Хотя уже кучу лютых призывов было сделано мною. И все доказывает, что реально дроп у всех разный. Кому-то прям падает как не в себя, а кому-то нихрена не падает. Слушайте, ну не дурно. Два трезнора. Респен. Блин, ну почему бы и нет, да? Ну, трезнора я вот недавно только поменял в списке желаний. И он сразу начал падать. Это вообще, это что, стечение каких-то обстоятельств, что ли? Ну ладно, пусть будет так. Ничего в этом плохого нет. Каждый герой на вес золота. И чем больше их будет падать, тем лучше. Тем лучше, это факт. Так, теперь мы приступаем к простым свиткам. 314. Крутим 30 раз, друзья. И надеюсь, что будет много квадро, триплов, даблов и так далее. Сразу видим дабл. Это Крен и Раку. Кстати, у нее есть красный свиток. И можно Ульмуса скинуть на Раку. Я вообще не знаю, зачем он прокачал Ульмуса. Мне даже герой на максимальной прокачке не особо сильно зашел. Упал Дресс, упал Пегги. Пока мы уверенно идем, вытаскиваем по одному герою. Падает Скрэг. И начинаем далее, далее, далее. Уже прокрутили соточку и вытащили достаточно неплохих героев. Еще Эстрильда. Давайте сделаем маленький перерыв. Прокачаемся. Так, да, сейчас все это перекачаем. В заданиях по-любому можем забрать еще свитки. В еженедельных заданиях, да, три свитка получили. И я забыл посмотреть, а вдруг ли тут еще есть какие-нибудь сундуки со свитками. Нет, друзья, сундуков со свитками нет. Так что продолжаем дальше. 197. Придется нам семерочку прокрутить вручную. Кренчик падает. Очень бомбезный герой. Даже при минимальной прокачке, допустим, на Е30 и персоналочка плюс 10, плюс 20 наносит больше урона, чем Монтадра, прокачанная с гравировкой хотя бы на Е30 и именной предмет плюс 30 и 5 предметов мебели. Это я доказал на Твине. Кто не смотрел ролик по Твину Гробера, посмотрите обязательно. Кстати, упал Морл. Маг на фракцию людей, очень хороший. Падает Респен. Респен ускоряет вашу команду. Ну, Лика еще тоже хорошо ускоряет, но Респен бьет в одну цель. И Респеном очень круто выпиливает героев, которые стоят в задних рядах. Вы ставите напротив и там полетела Жереха. Падает Райна. Продолжаем дальше крутить, вертеть. И тут падает Раку. Слушайте, неплохо Раку начинает нападывать. Меня это радует. И по два промаха стабильно пока идет. И падает Пегги. Девочка плохая. Девочка помогает просто отлично именно вашей команде. Но доставляет неприятности команде врага. Так, Ходжкин и Стрейдля. Оба героя пригодятся. Тут падает Элюард Капюшон. И осталось 17 свитков, друзья. Прокрутили очень быстро мы эту трешечку. Я даже и не заметил. Я думаю, вы тоже. С хорошей-то компанией под хорошую музычку. Все летит просто за секунды. И допиваем. Допиваем или добиваем, да? По Фрейду. Этот свиток, короче, сейчас. И переходим в Астрозал. Фракционные свитки, скорее всего, мы будем крутить, наверное, не знаю. Или частично больше в лес и в могилу. Или еще также в Громил покрутим. Ну, посмотрим. Мы однозначно это с вами примем решение. И вот эти вот карты времени мы тоже будем крутить. Посмотрим, сколько вытащим копии перерожденной Толены. Так, здесь мы ставим с вами Лукрецию. Не будем затягивать. Давайте еще раз подтвердим тот факт, что у нас тут есть одна Лукреция. Так, тут Лукреции нет. Вот здесь она есть. Мы ее пока брать не будем. И посмотрим, сколько здесь. Ну да, то есть две копии. Это значит, нам надо до биорамки 12 штук. Если оттуда копию берем, тогда нам надо 11 штук. Все, 11 штук ловим. И мы счастливы. Две карты, как всегда. Так. 10 копий осталось. Еще и была карта с Лукрецией. Прошу почаще, давай побольше. Карта на людей. Так, осталось 9 копий. Карта снова. Восемь. Подольше покрутим. Семь. Так, и по одной. Лукреция нужна. Как бы, можно карты, конечно, переводить в эти, в карты времени. Но нужна Лукреция. Она везде нужна. Так. Не дурно, не дурно. Мы уже определили ход событий. То есть, мы будем ее качать. У нас есть уже 6 копий. Даже, наверное, больше, друзья, да? Так. Нет. То есть, она на легенде плюс. Надо еще 8 копий. Угу. Да, 8 копий. То бишь, 7. Потому что одна в сундуке. Давай. Так. 6 копий осталось. Хм. 5. Карта на могилу. Тут не было копии. Карта на людей. 4 копии. Карта на могилу. Ну, давай, дабл упади. Хорош жадничать. Ведьма. Гни его, Лукрецию. Е. Так. Есть еще одна Лукреция. Отлично. Отлично, друзья. Отлично. И нам надо 2 копии. Вот она наша мифик плюс. Мифик плюс. Надо 2 копии. Ну, хорошо. Может быть, все-таки дабл, а? Нет? Нет, дабл? Так. Одна есть? Ну, давай, давай, давай. Вторую. Быстрее. Не ешь только, а? Нужны кристаллы еще на другие дела. Ну, алло, выпадай. Е, наконец-то. Наконец-то, друзья. Вот они, 3 копии. И еще отсюда берем еще одну нашу копию. Так. Это не отсюда. Вот отсюда. Бам! Готово. Ништяк. Так. Я свою уже Лукрецию прокачал. Поэтому я всегда очень сильно радуюсь за тех, у кого она прокачивается. Да, друзья. Так. И открываем эти фиолетовые карты. Сначала на могильников. И кто тут падает? Фара, Изабелла, Кельтур и Нарочка. И Громилы. Это Горво и Анхире. Чисто кормовые. Тут Ракуи и 2 корма. И фракция людей. Тут падает Элюард, Роза и Хоган. М-да. М-да-м-дам-дам. Так. Ну все. Прокачка закончена, друзья. Я тут подкачал Эйрона. Уже на биорамку. Также Софию. И мы начинаем крутить вот это все чудо. Сначала эти карты откроем в лес. Он очень сильно хочет Астар. И если она нападает, будет супер. Но тут, как всегда, Астар нихрена не падает. Тут падают всякие Солисы, которые у нас по факту уже есть. В большом объеме. Причем, прошу заметить. Так. И что делать? Что делать? Охренел знает, что делать. Если она так не падает. Да? Лор Санечка тоже тут уже нападал. Просто хоть куда. Только корма надо столько, что офигеешь. Так. И... Нужны еще, конечно, и могилы. Там и Десира. И Сайлос. Знаете? Я бы, наверное, вот этого Ульмуса, вот этого Ульмуса слил бы как раз таки в Сайлоса нафиг. В могильного. Потому что на Сайлоса тут копии вообще не хватает. И где его раздобыть в ближайшее время, я не знаю. Изабеллу прокачал. Она неплохая, но нужен в первую очередь Сайлос, Один. Вот такие герои. Хочкин. Короче, коль он просил в лесников, будем все бомбить в лесников. Поэтому мы что с вами делаем? Мы, наверное, вот эти карты откроем в могил. Коль в лес они нихрена не дают. Давайте открывать в могил. Так. Ну... Да и в могилах-то особо не дает. Так. Зато Трезнор упал. Фара тоже. Давайте 50-50, короче. Опять Фара. И теперь в лес. Так. Лика. Ну, это просто подарок судьбы. Почему еще Эйрона прокачал? Потому что есть Укреца, есть Лика. Но нету, по-моему, там Скриата. Ну, короче, всякий шлаг дает вообще. Непонятно, почему так. Не выпадает. Вот те герои, которые нужны. Это Астар, Машка, Раку. Вот только одного Раку получили и все. Ну, рандом, он и в Африке рандом. Кому-то везет больше, кому-то везет меньше. Что могу сказать? Мне тоже, как-то помню, Тайзи не падала вплоть до 30-й главы. Я просто волос сорвал на себе и думаю, ну, когда же она мне упадет? Ульмуса качать не будем. Очень ключевой герой. И думаю, ну, какая-то просто неудача. А потом все поменялось, начали падать герои. Все. Этих свитков больше нет. Это тогда начинаем крутить в лес. Корма надо много, так же, как, в принципе, и в могилах. Тут надо дофига тоже героев прокачать. Так, Раку начинает падать. Это хорошо. Маша, отлично, друзья. Ну, вы посмотрите. Прям праздник какой-то глаз моих. Так, снова падает Раку. Да, я бы на Сайлоса точно поменял бы, наверное, этого Ульмуса. И забил бы болт. Так, Астар. Респен. Еще будут праздник. Машка, отлично. У нас есть еще три гаранта. И если мы прокачаем трех героев на белую рамку, будет четыре гаранта. Так, снова Машка. Респен. Снова Респен. Ну, мы до Тала здесь будем крутить, это по-любому. Пипа, тоже нужный герой. И у нас кончилось место. Я так понял, что мы сделали еще круг, и за счет этого круга получили эмблемы. Давайте зачекаем лес. Респен. На Респена тоже неплохо. Осталось две копии, и все. Так, на Раку. На Раку одна копия осталась, и будет белая рамка, но там надо одну звезду. На Пипу еще дофига. На Машку еще дофига. На Машку надо пять копий. На Астар надо пять копий. И у нас есть гарант всего на трех героев. Ну, сейчас посмотрим. Машка. Да, все-таки упала Машка. Давайте в лес. Салиса. Раку. Отлично. Раку на белый. И Лор Сан. Лор Сан там вообще уже просто сумасшествие просто творит. Там уже, наверное, четвертая звезда. И на пятую зашел. Что, напоследок-то ничего не упадет больше? Ну да, нихрена, короче, не упала. Что могу сказать? Что могу сказать? На Астар надо пять копий, да? У нас есть одна Астар, кстати, в сумке. Вот здесь вот. Ну, тут есть десять Астрокарт. Я бы пока не открывал. Здесь взять Десиру или Клена, или Флору. А здесь или Флору. Или Флору, да. Вот здесь надо брать Флору. Из этого сундука тоже можно взять любого героя. Но новенького отсюда брать нельзя, да? То есть Астар взять нельзя. Он очень хочет Астар. Хотя Маша, Маша очень нужный герой, так же, как и Астар. И четыре копии. То есть там пятая, да, будет копия. У нас есть все шансы собрать сейчас Машку. Но на Машку-то набор роста прошел, а на Астар набор роста не прошел. То есть мы ловим отсюда три копии. Четыре копии. У нас остается одна копия. Одну копию можно взять с сундука. Ну, давайте так и сделаем. Я не знаю. Я оставлю ему выбор, конечно. В плане того, что будет ли он брать эту Астар с сундука. Ну, я бы взял оттуда 10 Астрокарт. Астрокарты вообще на вес золота. Еще бы вытащить эти все четыре копии, да? А то падает через каждые три. Вот собака, а. Вот ты, потная скотина-то. Ну, как так-то вообще? И тут падает пипа. Столько промахов, да? И всего-то ничего. Вытащили две Астар. Ну, мы на Лукрецию много кристаллов убили. Я не оставил много гарантов, чтобы доловить эту Астар. Но, слушайте, есть все шансы. Есть все шансы, на самом деле. Лукреция это тоже хороший герой. Вот, если зайти в предложение, посмотреть, сколько там на Астар идет. Корабль героев. Астар. 40 дней. Ёки-палки. Есть еще все шансы этого героя поймать. За 11 дней можно докрутить эти две копии. И еще потом поймать две копии. Так что он точно соберет Астар. Даже вообще тут париться не надо. Так, ну и оки-доки. Сейчас я все докачиваю. Все докачиваю, друзья. И мы с вами приступаем к открытию мебели. Короче, все. Я мебель тут героев расставил. Но пока список не менял, друзья. В общем, смотрите. Твинан добиваем. Лукрецию делаем 9 из 9. Скряту 3 убираем. Рози 3 убираем. Айнзу 9 из 9. Торна 3. Гвинет 3. Ящерка 3. Фара 9. Тази пока будет хватать трех. Но потом, конечно, надо будет добить 9. Ну и там потом будем параллельно все это дело менять. Полетели. 145 тысяч. В общем, фара тут сразу падает. Нежданчик. Нежданчик. То есть осталось еще две. Полетели дальше. Очень быстро буду открывать. Не буду сильно заострять внимание. Ну и стараться просто усиливать героев. Все. Торну выловили. Давайте сразу раскидаем. Правда, я тут еще не всем открыл третью ячейку. Поэтому не знаю, стоит ли сливать мебель, не сливать. Но я думаю, что слить можно. Легендарную оставим, а фиолетовую сольем. Так. Торна отсюда убираем. Три ему достаточно. И кого мы сюда будем ставить? Кого мы сюда ставим? Ну. Деймона. Деймона надо хотя бы на три поднять. Братюня этого заслуживает. Потом также Эйрона. Лику надо хотя бы на три поднять. А вообще по-хорошему надо качать грыжу на девять из девяти. Поэтому давайте мы грыжу поставим. А вот следующий герой, который на три отлетит. Скрят, Роза или Гвинет. Уже там поменяем. А также Тайзи кого-нибудь на Деймона, на Эйрона и так далее. Погнали. Так. Твиняшечки. Няшечки. Твиняшечки-няшечки. Но у них оставалось одно. Все. Их тоже убираем. Так. Бустанули. Ребят. Пора и честь знать. Так. Тогда мы сюда ставим Деймона. Деймона. Да. Три штуки надо ему собрать мебели. Будут не лишние. Сто двадцать тысяч еще монет по. Но это достаточно много. И падает Роза. Кстати, это тоже третий предмет мебели. И пока будет тоже хватать. Все. Быстренько. Раскидываем. Я еще видел тут Фокса с двумя предметами мебели. Стоит ли ему докачивать? Да хрен он знает. Ну, пусть пока будет с двумя. Он вообще не к спеху. Да и не особо пригодится ему прям жестко в ближайшее время. Так. Кого следующим? Вот там вопрос другой. Он хочет Астар жестко. Астар нужны звезды. Мы можем поставить Астар. Мы можем поставить Раку. Которому тоже надо минимум три предмета мебели. Вот они в чем угарчики-то, да? На Астар еще копий нету до конца. А на Раку, допустим, все копии есть. На Машку тоже надо. На Одина тоже надо. На Сайласа тоже надо мебель собирать. Но если он с Ульмусом будет менять, лучше сначала поменять, а потом собирать. Так. Кринчик тоже надо. Ну, короче, давайте на перспективу. Вот. Потом и Рона поставим. Раку на фармбоссов заходит. Ему мебель нужна. Так, падает Фара. На Фару осталась, по-моему, одна. Это уже восьмая. Так, падает Скрят и Лукреция. Ну, вообще, подарок. Когда Дабл выпадает, я прям радуюсь. Так, у Скрята 3. Все зашибись. И что у нас в списке? Скрята тогда отсюда убираем. На Фару осталось один предмет мебели. Ставим Эйрону. Хотя бы поднимаем три предмета. Ну, вообще, как бы, его надо качать на максималке. Протыкивает он, будь здоров. Но 3 надо хотя бы поднять. И поднять ему персоналочку, конечно же, для заморозки на плюс 30. Давайте соберем. Пусть Братюня как бы радуется. А то он вообще какой-то худой. Прям некрасиво смотрится, когда он особо не прокачан. Ну, и полетели дальше. 100. 100 монет по, друзья. Так. Тази. Слушайте, быстро получаем то, что мы хотим получить. Это радует. Это радует. Что еще здесь? Так. Бац. Бац. Вышли Тази. Пока убрали. Тазик убрали. И сюда ставим тогда кого? Софию. Чисто для раскола, чтобы он был дольше. Можно прокачать ей. Можно не качать. Раскол и так будет работать. Раскол и так будет работать. Давайте тогда посмотрим в сторону, может быть, леса. Давайте поставим Астар. Вот. Пусть. Пусть. Астар, в принципе, достаточно сильный герой. Ей надо качать главное все. Ну, раскрывается она, конечно, на максимальной прокачке. Вот эта вся беда как раз-таки и напрягает. Что новые герои, которые выходят, они раскрываются только при максимальной прокачке. Сразу видим выпадение на Остроухова. Так. Фара. Это была последняя мебель на фару. Да, друзья. Давайте поздравим нашего темного чувака. Умеет он делать свое грязное дело. И что-то я не понял. Девять. Это даже с лихвой девять, что ли? Нет, нет. Видимо, все. Прокачали. Окей. Может быть, там, кстати, повторочка упала. Я кто... Ну, хрен его знает. Так. Кого мы следующим бустим? Давайте Машку. Машке тоже мебель нужна. Вот. Есть три карты. Но я думаю, что он потратит их на Лукрецию. Так. Падает Лукреция. Это хорошо. Тут же сразу падает Ялстар. Два раза уже Астар упала. Три раза Астар упала. Капец. Капец. А только поставили. Уже три предмета схавал. Просто схавал три предмета. Так. Переработать. Фиолетовые все сливаются. Легендарные я буду оставлять, потому что он будет открывать ячейки. И как только всех героев поставят и прокачает их по своей надобности, уже тогда может сливать. Эйрон. Это второй предмет мебели. И снова Эйрон. Это третий предмет мебели, друзья. Так. Астар и Раку. Вы посмотрите, как круто упало. Мишка. Под конец прям насыпало. Ну и получается все, друзья. То есть, кому-то бустанули три, кому-то добили. Кто-то в процессе. А на Лукрецию надо еще семь предметов мебели. На Айнза надо восемь. Ну, Айнза и Лукрецию надо качать, конечно. Как ни крути. Ящерку отсюда можно убрать. Ей пока три будет хватать. Конечно, кто-то качает и на девять из девяти, как я, допустим. Чисто для большего урона по боссам. Но это все индивидуально. И кого мы сюда воткнем? Кого мы сюда воткнем? Давайте воткнем Лику. Все остальное пока оставляем. И на грыжу на Деймона вообще мебель ни разу не упала, друзья. Шесть карт. Шесть карт. То есть, на подходе, я думаю, скоро будет следующая карта. И как раз можно бустануть Лукрецию или Айнза. Ну, вот так вот мы открыли мебель. То есть, вот здесь все дооткроется. Давайте подведем итоги по героям. И будем с вами закругляться. В общем, в Людишках я пока никого не качал. Там надо смотреть или Эстрильда, или ждать кого-то другого. В Громилах ближайшего героя я бы, наверное, прокачивал бы Антадру или Крена. Это был бы лучший выбор. В Лесниках я пока не стал никого поднимать. Потому что, если он хочет прокачать Астар, корм ему нужен. Но Эйрона я прокачал. То есть, тут или Астар, или Раку, или Машу. Это вот три героя, которые должны в ближайшее время прокачаться. Также Пипа и Лурсан. Они очень нужные герои. Всякие Солисы, Респены, Гарво. Они могут подождать. Вообще, вот Солиса, Респен, Гарво могут ждать. Кас тоже может ждать. Там Саурус, вот этот вот Посейдон тоже может ждать. Он не особо-то нужен. Но вот Раку, Астар, Маша, Лурсан и Пипа, они должны быть прокачаны в ближайшее время. Ну и в Могильниках я тоже не стал никого качать. То есть, тут какой вариант. Или Один, или Изольт. Но нужен Сайлас. Вот я бы Ульмуса поменял бы на Сайласа. Тогда бы я в ближайшее время прокачал бы Одина. А потом бы, скорее всего, ждал бы копии, допустим, на Хочкина. Хочкина. Да, Хочкин нужен. Вот. И потом бы уже докачал Изольда, Теовин, Кельтура и так далее. Тризнор для него не супер какая-то мега необходимость. Надо сначала прокачать ключевых героев. Ну и Твинов мы тут добили мебель. А Лукреция в процессе прокачки, друзья. На этом все. И скоро увидимся. Вот такой вот получился неплохой лютый призыв. И на десерт я оставил вам как раз-таки прокруточку вот этой замечательной перерожденной Толены. Давайте сделаем и посмотрим, сколько копий мы вытащим. У нас было 82 карты времени. Так, первая пошла. Надеюсь, еще, может быть, одну вытащим. Или даже соберем до Легенды Плюс. Так, сундук. Тут сундук со шматьем. Еще одно. И еще одно. То есть, смотрите, мы вытащили, да? Был первый промах. Потом вытащили. У нас осталось 50. Слушайте, ну она чаще падает, чем я ожидал. И опять падает сундук с эмблемами. Ну неплохо. Что, две копии вытащили за 82 карты. У меня на основе накопилось уже 159. Я буду дальше копить, потому что я жду перерожденного героя. А когда он будет? В предстоящем обновлении, не в предстоящем. Хрен его знает. В общем, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова